Если вы хотите, вот допустим у вас ситуация, у вас острое какое-то состояние, боль сильная какая-то, да, у вас боль возникла где-то сильная, вы не можете ее убрать, то самый лучший способ для того, чтобы убирать боль, это иглоукалывание. Если профессиональный рефлексотерапевт, он быстро вам берет болевой синдром. Ну то есть иглоукалывание хорошо подходит, когда есть боль. И также иглоукалыванием хорошо лечить нервную систему, и все связано с нервной системой. Ну то есть она на нервы влияет хорошо и на боль, что в общем-то тоже нервы. Вот иглоукалывание этим занимается. Гомеопатия, если вы хотите лечиться гомеопатией, гомеопатия хорошо лечит гормональные функции. Она действует напрямую на гормональные функции и через гормональные функции на все остальное. Иппликаторы? Не спрашивайте, я все буду вам говорить. Не, не отвлекайте. Вот, то есть если у вас болевой синдром не снимается, не врит, нервы какого-то, это легче, лучше всего лечить иглоукалыванием, запомнить. Иголочки могут вылечить нервную систему. Вот, дальше поехали. А? Невралгию могут вылечить иглоукалывание. Может вылечить иглоукалывание. Есть врачи, которые просто вот, когда болевой синдром непрерывно идет, есть врачи, которые в ухо ставят кнопку с иголкой, и болевой синдром проходит. Ну то есть это реально лечится именно так, с помощью рефлексотерапии иглоукалывания. Гомеопатия лечит гормональные расстройства, щитовидная железа, поджелудочные, поженские гормоны, очень хорошо. Все остальное не надо лечить гомеопатии, потому что она направлена только на гормоны. Вот эта медицина лечит гормоны. Запомнили? Ароматерапия это очень сильная методика. И она сильно влияет на гормональные функции человека, на психику. Но пользоваться аромомаслами может только очень хороший специалист. И здесь нужно правильно подбирать дозу, силу воздействия, там сколько нюхать, мазать, тем более на тело, еще опаснее. Вот. Ну то есть я пробовал, медицина очень сильная, и поэтому я так от нее отошел. Опасно может человека перегрузить. В целом перегрузка идет, жар появляется сильный, потому что аромомасла, они сильно нагревают человека. То есть они очень жаркие. Но есть аромомасла, которые почти безобидные и просто улучшают настроение. Это розовое масло, сандаловое масло, лавандовое и мятное. Вот ими можно пользоваться. А остальные будьте осторожны. Значит, массаж это хорошее лечение всегда суставов, позвоночника, мышц, мышечной системы. И также для всех больных, аутизмом, детей, ДЦП, массаж это очень хорошее лечение. Всегда они улучшают, потому что они расслабляют. Массаж также хорошо расслабляет нервную систему. Этим медициной можно пользоваться для того, чтобы снимать напряжение нервной системы. И масляный массаж является самым сильным массажом. Когда человек промасливает, а потом мажет, а потом массаж делает. Но знайте, что когда вас промаслили и промаслили не тем маслом, вы можете прямо умереть прямо на массажном столе. Нет, это не смешно, потому что я даже знаю случаи. То есть поэтому масляный массаж является очень опасным. И можно доверить только очень высококлассным специалистам. В целом, хочет этого врач или нет, я вам рекомендую следующее. Если вы хотите масляный массаж какой-то делать, намажьте себе этим маслом густо сначала стопы и кисти. И посидите 15 минут. Если вдруг вы стали чувствовать, что вам стало очень жарко и плохо, это масло вас точно убьет. Но если ничего не произошло через 15 минут, значит, скорее всего, все будет нормально. Но если вы хорошо, масло вам подходит, и вы промасливаете, сделаете масляный массаж, эта методика может оживить человека. То есть это омолаживающая методика, потому что вот тот же самый жир и вот опухоль, и вот то, что в человеке копится, масло может выгнать у него из организма. Оно сжигает все ненужное в организме. И поэтому в медицине существует такая аюрведа ведическая. И в ней очень сильно развита методика, как называется панча карма. В целом, это очистительный метод, предназначенный для того, чтобы человека избавить от токсинов всяких в организме, лишнего веса. И люди едут в Киралу, есть штат Кирала, там много-много таких врачей, которые потомственные, долго-долго времени работают. И там есть специальные клиники, которые можно приехать на три недели, и вам будут делать масляный массаж, иногда рвотные, иногда слабительные, йогу будут делать, и посадят вас на жесткую диету. И вы? А? Кирала это Индия, штат Южной Индии. Лучше всего ехать осенью или весной, летом и зимой туда ехать не надо. А, зимой можно ехать еще. Но летом не надо ехать точно, потому что там с ума сойдете, там очень жарко. Весной тоже, ранней весной или поздней осенью или зимой можно туда ехать. Аппликаторное лечение, аппликаторы предназначены для сильного тонизирования организма. Если у человека повышено напряжение, если у него повышено давление, если у человека как бы, ну он в целом не спит, напряжен сильно, то это будет все только ухудшаться от аппликаторов. Вот а если человеку жарко по жизни, допустим, он толстый, у него снижен тонус, снижено давление, снижено пищеварение, тогда аппликаторы смогут ему сильно помочь. То есть лежа на аппликаторах, ходя по аппликаторам, человек будет увеличивать пищеварение, иммунитет, тонус, уменьшать жар в теле и убирать жир. Вы помнили? Это вылечивает от понижения давления, понижения тонуса, переохлаждения, сниженного пищеварения, сниженного иммунитета, депрессии. Она также депрессию лечит, хорошо. Это аппетерапия, пчелами так можно лечиться. Если у вас повышенное давление, жарко вам, если у вас аллергичный организм, сильное пищеварение, и вы ставите пчелу, вам только хуже будут и не лучше. Если человеку сильно жарко, если человек перегревается постоянно, гневается, обижается, у него лишний вес, морда красная, вот. Вот, морда лица красная, вот. Изжоги всякие, постоянно гастрит, такому лечению хорошо подойдет лечение пиявками. Пиявки лучше все ставить только на ноги, не надо там сейчас придумали на живот ставить, там на бедра. Лучше только на ноги, внизу, на голени, куда вот они присасываются сами природно, когда человек заходит в озеро покупаться. Туда их и ставить надо. Ничего страшного в них нет. Пиявки должны ставиться одноразово. Если, допустим, больному со спидом поставили пиявку, эту пиявку потом поставили другому, то этот человек тоже заболевает спидом, потому что идет контакт с кровью. Поэтому пиявки это одноразовое лечение, вот одну пиявку на одного человека поставили, все, больше никому ставить не надо. Да? А себе можно по-другому поставить? Себе можно запросто, возьмите ее себе, пускай она у вас живет, подместите ее в воду, вот, меняйте эту воду, и когда она станет голодной где-то через месяц, можно ее еще раз поставить, и она опять с удовольствием покушает. Попьет вашу кровь. Она, она пьется и сама отваливается. То есть она отваливается, а кровь при этом еще бежит. Она обезболивает сначала, вводит, впрыскивает такую, как бы, специальную жидкость, обезболивает, потом пьет, и дальше кровь лишней выходит. Когда лишней выходит кровь, она останавливается. Вам пиявки подходят. Ну, я просто сразу говорю человеку. Вот. Теперь, сейчас телесно-ориентированная такая терапия есть, то есть, ну, человеку делают так вот, нажимают на разные части тела, вот так с ним разговаривают в это время. Это, эта методика предназначена для успокоения психики и расслабления человека, снятия зажимов в позвоночнике, в суставах, и хорошо подходит напряженным детям, ДЦПшникам там, аутистам. То есть, ну, в целом, как бы, это в основном влияет на нервную систему и на мышечные зажимы в организме. Если они вам говорят, что они лечат все подряд, то только через это. То есть, допустим, они расслабили человека, и все остальное тоже успокаивается. Но чтобы прямое какое-то действие там было на печень, на сердце, это маловероятно. Ну, в целом, эффективность хорошая, когда человек напряжен, зажат, у него что-то там криво, все время не так, головные боли они могут убрать с помощью этой методы напряжения, всякие виды, разные напряжения. Дальше, йога, вот гимнастика йога предназначена для того, чтобы человеку в целом, как бы, распределить энергию по организму. Она хорошо распределяет энергию по организму, но она не омолаживает. Вот сама йога, когда упражнения делаются по 2-3 минуты, каждая и много разных упражнений, она не обладает омолаживающим эффектом, она просто, ну, балансирует энергию в организме, и тоже хорошо, в принципе. Можно йогой лечить все боли, убирать в организме, там, восстанавливать все воспаления, убирать. Ну, то есть, в целом, баланс с помощью йоги возможен. Вот. И, но, вот дыхательная гимнастика, если вы, допустим, задержку дыхания делаете, задержки дыхания, вот это омолаживающая методика, она может продлить жизнь. Но надо это делать, я поэтому и вам не даю это, потому что это очень опасный метод, его надо делать с инструктором, и хорошо знать, как правильно делать эти задержки именно вам. А инструкторов таких мало, хороших. Если человек просто ходит, допустим, в зал, где там вот эти вот, все вот эти вот, он там качается, там, все вот это, это очень хорошо для здоровья в целом. В основном укрепляет мышечную систему, улучшает кровообращение, дает тонус хороший, но, скорее всего, не будет очищать организм от шлаков, омолаживать. Глубоко, потому что это интенсивное воздействие и быстрое, а надо это делать долго, спокойно и непрерывно, чтобы глубоко в психику и глубоко очищать организм. Но это тоже очень полезно. Я тоже вот, у меня дома тоже есть вот такие вот, я иногда тоже делаю там что-то такое. Чтобы мышцы тоже тренировать, надо обязательно. На беговой дорожке может пройти очищение, но зарядка будет слабее. А если вы после беговой дорожки посидите на свежем воздухе полчаса, то будет тот же самый эффект. Вы побежали на беговой дорожке полтора часа, а потом посидели на природе и вы зарядились. Все. Может, на и после делать, не обязательно, во время бега. Какие методы лечения вас интересуют? А? Цигун? Цигун это такая методика, она дает очень сильный баланс и контакт с природой. С помощью цигуна можно установить связь с природой очень сильно, потому что человек делает вот эти упражнения, он дыхает, выдыхает, и он устанавливает контакт с природой и таким образом сильно заряжает батарейки. Но очищение организма происходит, если вы это будете делать долго, непрерывно, понимаете? Не отвлекаясь, там полтора часа цигуна уже идет улучшение, увеличение продолжительности жизни. Еще какие методы? Ну, это тоже самое, примерно. А каком давление йога? Ну, как бы йога и есть йога, то есть это просто гимнастика. Но я знаю, что это другая, там больше на дыхательные упражнения не упирают, там в лотосе сидеть, там энергию поднимать вверх, подпрыгивать на попе, там пытаться взлететь. Я понимаю, как бы, ну... А стоит, когда... Когда стоишь, вот неподвижно стоишь, очищаются тонкие каналы, то есть идет увеличение депродолжительности жизни. Тонкие психические каналы очищаются и хронические заболевания проходят в результате. Понимаете, есть хронические заболевания, это в тонком теле глубокие зажимы в организме. Эти зажимы никак не вытащишь наружу, никакие противовоспалительные средства не помогают, ничего. Только если человек долго постится, не долго не означает много дней подряд, а означает раз в неделю делать пост, то у него постепенно начинают прочищаться эти вот зажимы тонких каналов вот этих. Если он стоит неподвижно, это происходит, после 25 минут стояния начинается уже прочищение вот этих. У человека есть 4 цилиндра в целом. Первый цилиндр отвечает за кожу и подкожную клетчатку. Второй отвечает за всю кровеносную систему. Третий отвечает за все внутренние органы. И четвертый отвечает за нервную систему, за всю, самый глубокий. И там же находятся гормональные функции в четвертом. Если человек стоит где-то непрерывно полтора часа, или возле дерева, или так, неподвижно стоит, то у него доходит до четвертого цилиндра уже. А когда он стоит 50 минут, у него уже пролечивается первый полностью. А где он стоит? На улице или дома? Лучше на улице, конечно. Что тут с равным? А? А? Возле стенки? Ну, можно возле стенки, а что нельзя? Но если вы на стенку так облокотитесь, то очищаться организм не будет, потому что это не аскеза. Я могу, допустим, тоже, я научился стоять на левом боку после еды. Вот прям стою на левый бок и стою вот так. 40 минут иногда даже. Отдых хороший, после еды хорошо лежать на левом боку, отдыхать. Или гулять, или сидеть. Всем людям по-разному посмотреть, попробовать. Ну, то есть я встаю на левый бок после еды, но это не очищение организма. Это просто отдых. То же самое, я к стенке встал, а так расслабился. Это не очищение организма. Это вот выпрямлять осанку. Если вы стоите все-таки на ногах, не опираетесь на стенку, а просто держите осанку, то это нормально. То есть не расслаблено, а твердо, активно стоять надо. Тогда будет очищение организма. И оно идет следующим образом. Сначала все тело отекает. Это значит, что энергия в каналы втыкается, но пробиться не может. Отек наступает. Потом дальше идут мурашки неприятные, кажется, что я как будто умираю. Мурашки какие-то, болезненные ощущения или жар. Это значит, пробивается энергия. Потом еще хуже ощущение. Человек чувствует, что у него все тело онемело, сейчас вообще умру. Вот, онемение такое, в теле онемение наступает. И потом легкость. Вот когда легкость наступила, с этого момента начинается только очищение организма. Обычно вот легкость наступает после 25 минут стояния. А вот эти все спецэффекты начинаются после 15. А если вы простояли 45 минут, то у вас первый цилиндр очищается уже. Ну даже, наверное, после 35 минут. То есть, каждые 15 минут потом очищается по одному цилиндру. Как часто, если вы 4 цилиндра очищаете, то лучше это делать раз в 5 дней. А если вы один, то можно каждый день. Да? Допустим, они говорят, что угодно. Какая разница? Ну, почему врут? Если человек верит во что-то, это действует. Вера человека действует. Стояние в храме еще круче. А еще молиться, когда стоишь, вообще супер. Потому что еще судьба побеждается. Когда человек стоит неподвижно или, понимаете, есть положение тела, побеждающее судьбу. Я вам расскажу их сейчас, если хотите. Когда человек стоит неподвижно, он способен терпеть свою судьбу. Как дерево терпит, так и человек стоя. Когда человек на коленях стоит неподвижно, он принимает. Не просто терпит, он принимает судьбу. Терпеть означает, как бы задолбали, но я смогу вытерпеть. Он говорит, терплю. А принимают, означает, он расслабился уже. Его долбают, а он как бы уже расслабился. Это более сильно, да. На коленях стоять, это сильнее, чем просто стоять. А когда человек садится еще на ягодицы, называется поза алмаза, еще сильнее, тогда он пробивает судьбу уже. Это еще тяжелее так сидеть. Когда человек сидит в позе лотоса, вот у него сплетены ноги, или полулотоса, когда одна нога, у него увеличивается концентрация внимания на молитве, то есть он становится очень осознанным, и память у него очень сильно контролируется, о чем он помнит, то есть когда он в лотосе сидит. Когда человек в позе бабочки садится, это означает стопки вместе, колени как можешь в росте, и спина немножко полусогнутая, так стопки вместе, коленки разодвинул. Это поза бабочки. То это положение очень сильно умиротворяет и успокаивает, предназначено для людей, которые находятся в стрессе или в депрессии. Положение умиротворяет, делает человека таким спокойным, гармоничным, такой счастливый становится. Аква аэробика. Аква аэробика. Я вот эти вот, я вам перечислил все положения тела, которые нужно использовать для молитвы. И если вы молитесь долго, вы, допустим, находитесь в одном положении тела, не можете дальше находиться в нем. Меняйте на другое положение тела и опять неподвижность. И потом на третье, потом на четвертой. Их всего пять, поэтому хватит вам менять. Можете встать неподвижно стоять. Когда человек молится и идет, у него включаются мысли. Когда человек ходит, он думать начинает. А когда он стоит, включается разум. Когда человек не двигается, всегда включается разум, он побеждает судьбу. Когда человек движется, всегда ум включается. И он молитву направляет в события какие-то, ну, как бы, обдумывает их. Легче понимать все становится. Осознание приходит. Но чтобы побеждать судьбу, нужно не двигаться. Иначе ничего не победишь. Мало кто в этом соображает. В моих лекциях есть много материала на эту тему изучать. Я на фестивале благость. Есть у нас на сайте фестиваль благость такой. Зайдите туда. Там есть лекция на фестивале благость. Я читаю про здоровье. Много говорю там. Можно послушать там лекции об этом. Вот это от судороги сводит. Это третья стадия. Вот смотрите, первая стадия ничего не... Ну, вторая стадия. Да я по ней понял, что вы выступаете-то. Вот. Значит, первая стадия отек, отекает все. Ну, там у меня лединочка, у меня отекает. Ну, что меня заставили отекать? Вот. Вторая стадия. Или жар начинается, или судороги сводит. Это вторая стадия. Пробиваются. Энергия пробивается. На третьей стадии не имеет вообще такое ощущение, что у тебя там вообще как бы... Ты не чувствуешь свою ногу? Олег Геннадь, вы что меня заставили? И на четвертой стадии легкость. И тогда вы поймете, что Олег Геннадьевич вас заставил. Когда всю легкость появляется в теле, поднимите руку, кто дошел до четвертой стадии в каком-то упражнении. И легкость пошла. Вот, есть люди, видите? Четыре человека уже героические. То есть, в этом моменте начинается омолаживание организма. Давайте поговорим о современных оздоровительных системах различных. И что они делают, кому они полезны и как, для чего. Эта информация вам поможет понимать, что делать и как жить. Прежде всего, я хотел бы вам сказать про злокачественные опухоли. Если вам кто-то из нетрадиционной медицины скажет, что он лечит злокачественные опухоли, не верьте этому человеку. Я как бы потратил лет 8-10 жизни, вот углубляясь в изучение этой темы. И реально понимаю, что такое злокачественная опухоль на тонком уровне. То есть, это, во-первых, организм внутри человека. То есть, туда селится живое существо. Причем, оно имеет гибкий способ жизни. Там вот, если, допустим, поражен один психический канал, то там только доброкачественная опухоль может расти. А если два, тогда злокачественная. Если ты очищаешь один канал, она перескакивает в другой. То есть, она все равно не уходит из тела. Она имеет свои, как бы, ветви. То есть, она может расти в разные стороны и так далее. То есть, это очень жизнеспособная штука, которую крайне сложно вылечить вообще в целом. Поэтому, самый единственный правильный способ лечить злокачественную опухоль, это ее быстрее удалить. Если возможность есть, удалить полностью, удаляйте полностью. Если нет возможности полностью, тогда жизнь продлевает. Та же химиотерапия, облучение. Вот все эти современные методики, которые, в принципе, калечат здоровье, они самые лучшие на данный момент. И они продлевают жизнь. У меня есть одна знакомая, которая заболела раком груди. Она прооперировалась. У нее, как бы, ну, вроде бы и рака уже нет. Но все равно не надо успокаиваться. Она пьет химию, то есть, которая, в принципе, разрушает организм. Но так как она ведет здоровый образ жизни, она бегает там, ведет правильную жизнь, эта химия почти не действует на нее. То есть, ей скажут, у вас цикл, как бы, перестанет функционировать. А у нее цикл есть. Понимаете? То есть, она пьет химию, она на опухоль действует, так как она организм активизирует с помощью движения, с помощью статики, поста. То есть, она таким образом с химией справляется и побеждает болезнь. Все люди, которые лечили какими-то другими способами, они, к сожалению, заканчивают печально. Вот у меня один знакомый, он лечил рак с помощью такого метода. Он постился на сухо один день. И он двигался тоже при этом, пост и плюс движение. Он постился на сухо один день, потом один день выходил из поста. Аккуратно выходил из поста. И при этом он двигался активно все время. Потом постился на сухо без воды два дня. И два дня выходил из поста. Потом три дня постился на сухо, не ел, не пил, три дня. И три дня выходил из поста. И он двигался активно. У него был рак печени с метастазами. Через полгода такого лечения активного у него метастазы все ушли, осталось только в печени немножко опухоли. И он пришел ко мне за советом поститься, доводить эту систему до пяти дней. Я ему строго-накрад, строго запредил, сказал, что это разрушит его организм, потому что он не выдержит пять дней. Он не стал меня слушать и сделал это за пять дней. В результате, через две недели у него пошли множественные метастазы по всему организму, и еще через две недели он погиб. То есть, видите, это рискованно. Предел какой-то есть у организма, да. Но вот, видите, он так вот действовал, а у него отец вылечил рак по этой методике. Но он на пять дней, по-моему, не выходил. Ну, в общем, не важно. Важно то, что есть, конечно, всякие результаты лечения онкологии злокачественной, но в целом те, кто лечится с помощью операции, самые успешные врачи, которые сейчас делают операцию химию в Германии, в Израиле. Соответственно, это стоит больших денег. И от любого человека непросто такое лечение. Поэтому лучше всего просто не болеть раком. Чтобы не болеть раком, надо довести свое движение до 10-12 километров, бегать раз в пять дней, не чаще, и поститься раз в неделю, и перестать есть мясо и рыбу. Вот то, что вы сделаете, если это сделаете, то это почти стопроцентная гарантия, что у вас не будет рака. Потому что у вас все каналы будут очищаться постоянно. Вот. А если даже есть доброкачественная опухоль, она тоже начнет потихоньку уходить. Еще очень важно знать, что если вы, допустим, имеете какую-то доброкачественную опухоль, если вы активно бегаете, двигаетесь, плюс поститесь, еще одна вещь помогает очень сильно вылечить опухоль. Это деревья. Деревья, которые толще, чем размер человека, то есть толще человека по размеру, они действуют на человека очень мягко. Если встать спиной к дереву или сесть спиной к дереву, если зимой, то надо хорошо укутаться, чтобы не... Потому что когда рядом с деревом стоишь, то оно очень сильно воздействует, и можно переохлаждение получить даже несмотря на то, что ты в шубе. Ну, то есть надо хорошо укутаться, чем-то заняться в это время, послушать лекцию, допустим. И в целом, если человек где-то час двадцать возле дерева стоит, то у него прочищаются все каналы. Но это прочищение искусственное. То есть если человек не двигается, то у него произойдет перегрузка. То есть это за счет нашей энергии делается. Не за счет энергии дерева, а за счет нашей энергии. Поэтому стоять возле деревьев, это омолаживание организма. Надо стоять только возле того дерева, которое вам нравится. Причем, знаете, одного сорта 12 видов деревьев в конституции. Вот у одного сорта, вот сосна, один вид дерева, вот один прям вид. У него 12 конституций. И все эти конституции будут на вас по-разному действовать. Я это точно знаю, потому что я работаю с деревьев. Вот. И поэтому вы пробуйте у разных сосен стоять, допустим. И какая подошла вот к этому дереву и вставать в следующий раз. Не к другой сосне, а именно к этой. Понятно? Те, кто лечится у нас, у нас есть услуга. Вы можете попросить, хочу дерево. Вы высылаете фотки просто деревьев. И вам, я подбираю, мои помощники говорят, вот дерево. Вот это вам подходит. И вы возле него уже стоите. Вот. В целом, если человек не чувствует что-то плохого, если он чувствует, там, голова кружится, тяжесть какая-то в теле плохо, не надо дальше стоять возле этого дерева. Но если вы встаете возле дерева, вам хорошо в течение 20 минут стоять возле него, а потом становится тяжело, то это значит, что началось очищение организма. И это значит, что больше 20 минут стоять не надо. Надо отходить. А потом постепенно вы можете больше и больше стоять, и дерево будет вас пролечивать. Воздействие колоссальное. То есть, вы не представляете, как там все двигается внутри. Это настоящий такой физиотерапевтический комплекс. Ну, то есть, реально огромный воздействие, причем воздействие, которое реально омолаживает. Это не как прогревание эти все искусственные там. Это настоящее здоровое воздействие на человека дерево. Но тонкие деревья, тоньше человека, оно будет тонизировать сильно, возбуждать. А вот именно толще человека дерево, оно будет успокаивать, расслаблять, снимать напряжение, очищать организм и способствовать рассасыванию опухоли. Более специализировано это делаем мы у нас в клинике. То есть, мы берем дерево. Вот, допустим, к нам приносят дерево, кору дерева или корень дерева. Приносят те люди, которые договариваются специально с лесокомбинатами. То есть, они там берут корни у деревьев, кору по договоренности. Вот, дерево, которое спилили, а не кора, не нужна. Мы берем эту кору. Вот, и потом дальше я тестирую ее, мои помощники тестируют. И мы определяем конституцию этого дерева. Конституция дерева, конституция человека должна совпасть. Есть тонкие конституции у людей, у деревьев. Они должны совпасть. Если они совпадают, то это оказывает очень тонкое и сильное воздействие на человека. И у нас есть метод лечения корой деревьев, метод лечения корнями деревьев. Маленькие кусочки коры, мы определили толщину коры и величину по возможности человека выдерживать нагрузку. И мы определили точно размер, какие кусочки коры и корней человек выдерживает. И мы именно такие кусочки и пилим. И человеку определенное количество кусочков подходит. Мы высчитываем это количество, человеку ставим. И он носит на спине такую тоненькую, такую тоненькую, как бы тряпочную такую штучку. И там внутри корни. Корней три ряда, корней четыре ряда. Так вот нужно. И носит обычно, в зависимости от заболевания, от 20 минут два раза в день до полутора часов раз в день человек носит эти корни и кору. Если у человека прооперированный рак, то есть он прооперировался, то мы берем таких людей с целью очищать организм от оставшихся клеток. То есть мы можем профилактикой заниматься. Эта вот методика помогает избавиться от рака реально. Иногда вы можете посмотреть у нас на сайте. То есть на сайте torsinov.ru есть центр Амрита. И там есть наши положительные результаты. Вы можете видеть, что у некоторых людей рассасываются миомы, опухоли щитовидной железы, там кисты всякие в организме. И рассасываются доброкачественных опухолей результатов много. Но в основном у тех людей, которые все-таки выполняют наши правила. Они бегают там, двигаются. То есть они живут правильно. Если человек ленивый, у него ничего не рассасывает. Но иногда бывает, что человек и бегает, и двигается. И все равно мы не можем у него эту опухоль рассосать, потому что организм не справляется сам. Не может как бы осилить. Даже несмотря на то, что мы ставим корни и кору. То есть полных гарантий здесь, конечно, никто дать не может. Это лечение деревьев. Корни деревьев пить не надо. Кору есть не надо пить, как чай. Это смертельно опасно для человека, потому что их сила, сила деревьев превосходит силу человека многократно. Исключение составляет там корица, вот это вот кора некоторых видов сортов деревьев, кора дуба там, ну, которые в принципе можно употреблять, заваривать без опасности для здоровья человека. А так в целом лучше не пользоваться самостоятельно, потому что очень сильное воздействие идет. Энергетика дерева многократно превосходит энергетику человека. Давайте я сегодня вам расскажу вообще о том, кроме вот, мы вчера говорили об аллопатической медицине, и говорили, что она хорошая, но она просто, ну, уничтожает опасность. То есть она не лечит, уничтожает опасность. Допустим, опасность высокой температуры, сильное воспаление, хирургическая ситуация, вот, тяжелая инфекция, роды. Во всех этих случаях, вот эта вот аллопатическая медицина или таблетки там, больница, это все хорошо. То есть не надо думать, что это плохо. Вот, допустим, если у человека тяжелая инфекция, больница, хорошо. Но чтобы полностью вылечить инфекцию, нужны уже там хвойные деревья, белый перец, там горчица. То есть продукты, которые ее действительно лечат, а не просто вот останавливают что-то. Ну, инфекции лечит также и официальная медицина. Они убивают вирусы там, но не всегда. Вот, допустим, вирусы легче, лучше лечат хвоя, и горчица, там белый перец. Его тяжелее убить, а бактерии хорошо антибиотики лечат. Но антибиотик, кстати, это тоже, это плесень. Она делается из грибков антибиотики. Это тоже, в общем-то, природа. Вот, теперь мы с вами поговорим о медицине, которая именно предназначена для лечения организма. Вот все, что связано с Богом, то, что Бог создал, а не человек, все это лечит человек. Потому что воздействует на тонкое тело, на психическое. Тонкое тело может лечиться только воздействием природных средств, понимаете? То есть, то, что имеет тонкую энергию, психическую энергию, то и лечит психику. Вот травы имеют тонкую энергию, они лечат психически, на психику влияют. И влияние это бывает разное. Вот, например, если травное средство из цветков состоит, цветки, то это влияет на гормональные функции человека. У нас гормональная система лечится хорошо цветками, когда лечится растение, цветками. Вот, если вы лечитесь травами, вот, листьями, там, листья, стебель, травы, вот такое средство травное, то обычно это средство действует противовоспалительно, успокаивает, снимает напряжение, расслабляет, убирает стресс, тонус напряженный, снижает давление. Ну, то есть, в целом, успокаительно действуют в целом вот травы, травные средства, листья и стебель. Корни, они убирают воспаление, улучшают иммунитет, могут убивать бактерии, вирусы, корни. Противовоспалительное сильное действие, улучшающие иммунитет, тонизирующее действие, активизирующие организм, корни так действуют. Семена улучшают пищеварение, тонизируют человека, активизируют, улучшают иммунитет. Видите, разные компоненты травы или дерева действуют по-разному, причем деревья действуют всегда сильнее в несколько раз, чем травы. Компоненты деревьев более сильное воздействие, оказывается, поэтому более опасные. Специи тоже являются лечебным средством, но есть специи более опасные, менее опасные. Вот, например, все перцы, красные, красного типа перцы, они более опасны для здоровья. Ими лечиться лучше не надо. Они обладают агрессивным, сильным действием. Все сладкие специи, такие как кардамон, тмин, фенки, леониз, бадьян, вот эти специи все, они тонизируют человека, снимают депрессию, убирают депрессию. Антидепрессивное действие, их надо использовать, чтобы лечить депрессию по утрам. Можно добавлять в пищу утром сладкие специи, и будет человек избавляться от депрессии. Все острые специи, такие как гвоздика, мускатный орех, черный перец, белый перец, имбирь. Все эти специи, они увеличивают пищеварение, активизируют пищеварение, улучшают иммунитет и укрепляют целым организм, делают его сильным, таким крепким. Причем есть специи, из них повышающие давление артериальное и тонус, а есть понижающие. В целом, в основном, специи все просто активизируют человека, но есть специи, которые повышают давление, и поэтому их нельзя использовать гипертоником. Это такие специи, как имбирь, корица, шамбала, и куркума. Вот эти специи повышают артериальное давление у человека. А есть специи, которые понижают артериальное давление, и их не надо использовать гипотоником. Это душистый перец, гвоздика, душистый перец, гвоздика, черная горчица. Эти специи понижают давление, и хорошо их для гипертоников использовать, это повышенное давление. В целом, всем людям я не рекомендую использовать красный перец в пищу, особенно жгучий перец. Ну, то есть, болгарский перец еще куда не шло, но жгучий перец, острый, красный, использовать в пищу не надо, это нездоровый продукт. С подсолнечного масла лучше переходить на кукурузное или соевое, потому что подсолнечное масло сильно возбуждает пищеварение, и может гастрит от него развиться, если на нем постоянно готовить. Томаты нельзя превращать в пасту, и есть томатную пасту нельзя, это вредный для здоровья продукт, он ухудшает работу печени, поджелудочной железы, особенно если вы едите томатную пасту на ночь, у вас точно будет больная поджелудочная железа. Помидоры лучше есть свежими, или в конце добавлять, в конце приготовления, если вы в какое-то блюдо хотите добавить, в суп, допустим, то в самом конце, чтобы они не сильно переваривались, они вкуснее получаются такие. Вареные помидоры это нездоровый продукт, они выделяют едкую жидкость такую, которая съедает организм, вареные помидоры нехорошо кушать. Жареную пищу можно есть, но не надо пережаривать. Жареную есть можно только в обед, вечером, утром жареную есть нельзя. Это будет плохо влиять на печень. Печень не может справиться с жареным, ни вечером, ни утром, только в обед. Самая полезная пища на земле, если вид приготовления, это печеная пища. Печеная. Можно даже на топленом масле печь, туда сразу масло добавлять. Печеная или на пару приготовленная. Печь хорошо людям, у которых сниженное пищеварение. Вот низкое пищеварение, хорошо выпекать все. А на пару готовить лучше всего тем, у кого жар в теле и повышенное пищеварение. Или, допустим, язвы какие-то там, воспалительные процессы. На пару тогда хорошо, это противовоспалительное действие. Жарить это нездоровый способ готовить пищу. Но, в принципе, поджаривать можно, это не проблема. Жарка увеличивает огонь пищеварения, и, в принципе, неплохо действует, если в обед кушать, это нормально, пыльный, да? Все вот эти вот солености там, это нормально, можно кушать. Ничего плохого в этом нет. В принципе, не надо переедать только. Но их тоже только в обед надо есть. Ни утром, ни вечером нельзя эти все вещи есть. Это такие вот основные рекомендации по питанию для всех. Вот это, в принципе, вот такие вот рекомендации по основным моментам по питанию. Давайте для плохого сна я все советы вам дам, все, что я знаю. Поза бабочка раз, длительная ходьба два, она расслабляет и улучшает сон, или бег, но не вечером, а только утром. Вот, дальше, перед сном вечером полчаса сорок минут теплая, не горячая, не холодная, теплая температура тела ванна, которая расслабляет и успокаивает. Следующее, горячее молоко за час до сна с липовым медом. То есть, натуральным, но липовым. Понятно, да? Вот, горячее молоко обязательно и мед. Молока надо пить немного, не надо упиваться им, иначе оно не переварится. Значит, следующее, что помогает заснуть. Не смотреть на ночь телевизор. Если хотите заснуть, можно включать медитативную музыку перед сном, но не перед самым сном, а чуть пораньше. И музыка, чтобы это там... Ну, медитативная такая музыка. Всякая. Space, там был Zodiac, такие. Там Space, Zodiac, такие ансамбли. Найдите, раньше были. Это медитативная музыка, она успокаивает. Спасибо.